Я сейчас приглашаю на буквально те же 15 минут присоединиться к нашему общению и обозначить определенный вектор, связанный именно с дорожной картой построения и продаж, обозначить, какие могут быть точки роста, после чего мы перейдем уже к Дмитрию, который подводный камень входа в торговые сети сможет преподнести. Перейдите слово. Коллеги, доброе утро. Как слышно? Да, поблизительно. Слышно? Доброе утро. Благодарю, что вы это утро с нами проводите. С пользой. Уверена. Ну, надеюсь, что для вас это будет польза. Мы сегодня говорим о движении товара на полку. И движение товара на полку, как Наталья уже правильно проговорила, что это очень обширная тема и выглядит как айсберг. Мы видим на поверхности с вами можем видеть, что это, ну, естественно, это договоренности вас, поставщиков, вас, производителей с вашим закупщиком, какие-то договорные условия, логистика. То есть мы это видим на поверхности. Что мы не видим на поверхности, скрыто очень много. И то, что скрыто одно из самых важных, поскольку я занимаюсь стратегией, для меня это очень важно и хочу до вас это донести. Это стратегия. Как рождается торговая марка? Как это обычно происходит? Происходит исследование. То есть мы должны посмотреть, если мы входим на рынок, мы должны посмотреть, а что происходит на рынке, а кто уже есть на рынке, а что они предлагают и куда мы можем, собственно, встать. Мы сначала проводим исследование, что хочет наша аудитория, о чем сегодня как раз много говорили, что аудитория меняется, потребительские предпочтения меняются очень сильно. И перед тем, ну по-правильному, если мы хотим выйти, мы сначала должны провести исследование, потом продумать свое позиционирование, продумать, как мы, собственно, в глазах потребителя будем выглядеть. И потом уже идет стратегия. Стратегия, то, о чем сегодня вы будете много говорить, в том числе каналы сбыта. То есть куда мы будем сбывать, о чем говорила сегодня Наталья как раз. Идем ли мы в дискаунтеры, делаем мы зонтичные бренды, или мы делаем один какой-то бренд, разные это нейминги, или это одно какое-то название. То есть мы должны на этом этапе продумать, а куда мы онлайн-каналы, оффлайн-каналы, то есть мы на этом этапе продумываем. И вот этот этап часто просто упускается. После этого этапа уже происходит брендинг. Тоже спорный момент, конечно, что да, покупатель, возможно, не так уже обращает внимание на бренд. Но, на мой взгляд, я согласна с Натальей здесь, что все-таки бренд важен. И мы выбираем глазами. И нам очень важно, когда мы представляем полку, если мы ее представляем, если мы выходим на эту полку, куда мы наш товар поставим, как он будет выглядеть вообще на этой полке. И дальше уже запускаются тестовые продажи. И вот здесь очень важный момент, на котором я хотела бы остановиться для вас. Сейчас в мире онлайн мы все живем, и если вы бываете в метро, вы, наверное, видите, что 90% ваших покупателей как раз-таки сидят в телефонах. Кто-то там шопится, кто-то в соцсетях проводит время, кто-то еще где-то. И важная идея, мне кажется, на мой взгляд, использовать онлайн как раз для тестовых продаж. Если вы запускаете свой продукт новый или, например, продвигаете свой продукт уже существующий, это как раз-таки попробовать потестировать в онлайн. Что я имею в виду? Ну, все знают исследования, что можно проводить в онлайн. Но если вы, например, запускаете свой продукт, то один из каналов – это маркетплейсы, которые сейчас можно использовать для тестирования продаж, когда вы только начинаете. Это ваша возможность получить первые отзывы, потому что онлайн-канал и маркетплейсы – это самый быстрый, самый простой и самый открытый способ получить первое мнение ваших будущих покупателей. Самый простой способ. Вы выходите, тестируете, смотрите, получаете первые отзывы, корректируете продукт, если это возможно, или не корректируете. Но если вы в последующем идете в сети, в оффлайн, например, выходите, это может быть частью вашей стратегии. Вы можете онлайн протестировать ваш продукт и потом уже идти в сети с готовым своим предложением. Смотри, вот столько-то потребителей уже проголосовали за мой товар, уже написали вот такие отзывы и уже готовы его покупать. Также вы можете собрать первичную аналитику, потому что в оффлайн, наверное, у вас не так просто. Но сегодня много об этом будут говорить. В оффлайн аналитику собрать гораздо сложнее. Если особенно вы работаете с региональными сетями, то там еще сложнее, потому что не все ее, они сами ее не собирают. В онлайн это очень просто. Вы можете сразу увидеть ваши ассортиментные линейки аутсайдеров, лидеров и скорректировать, соответственно, ваши продажи будущие. Ну и дальше уже начинать масштабирование. Как раз идти в разные каналы. Здесь важно отметить, на этом этапе хочу отметить, что если вы выходите в онлайн, конечно, потребительское поведение онлайн и оффлайн отличается. В прошлом году мы для одной компании проводили исследование. Перед тем, как провести геомаркетинг для этой точки продаж, мы провели исследование для того, чтобы выяснить факторы принятия решения. То есть по каким, какие основные факторы принятия решения для покупки у потребителей. И, конечно же, факторы принятия решения оффлайн и онлайн были разные. Это важно учитывать, но, тем не менее, если вы запускаете новый продукт, для вас это важно. Что это означает для вас? И что это означает для вашего закупщика, к которому вы придете? Вы приходите к нему и показываете ему место на полке, которое вы готовы занять. То есть вы ему говорите условно, если вы производитель, смотри, я уже продумал, что я буду производить. Я уже продумал, какое у меня будет позиционирование. Я уже продумал, как я буду выделяться на твоей полке среди конкурентов. И дальше мы еще посмотрим. Я уже продумал, какую примерно долю мы займем. То есть как мы будем этих конкурентов отнимать долю. Потому что перед тем, как производить, вы уже подумали, как вы будете представлять. И не только для вас. Мы сегодня говорим о том, как выйти на полку. И это может быть вашим элементом продаж. Потому что вы свою идею тоже продаете закупщику и продаете в сети о том, что вы хотите выйти на полку. И если вы приходите с готовым решением, с готовой аналитикой, с готовыми отзывами и с картой, о которой мы сегодня будем говорить, конечно, у вас уже будет плюсик. Потому что цели у вас, у вашего закупщика, это частная, не частная, но единица человека, который принимает решения в сетях, цель одна. У сети цель продать, у ваш цель продать, у закупщика цель тоже продать. Почему же тогда, спрашивается, нам так сложно договориться. Иногда бывает, потому что мы вроде даем хорошие условия, у нас хороший товар. Но мы приходим в сети с предложением. Смотри, у меня классный товар. Зуб даю, он будет продаваться. Сто процентов, обещаю. Без конкретного плана, без конкретных исследований, без отзывов, без тестирования. Мы просто пытаемся что-то продать. У нас нет какой-то карты дорожной, как мы это будем делать. Возможно, даже представления нет. То есть мы просто хотим продать, встать на полку, попасть к федералам. Мечта всех производителей, наверное. Не думая о том, какой четкий план. И это не всегда продает закупщику, потому что он тоже хочет знать, как продавать. И когда вы идете в сети, важно понимать, у меня тут такая ассоциация родилась, что представьте, что вы путешествуете с чемоданом. И перед тем, как что-то в чемодан положить, вам нужно оттуда что-то вытащить. И то же самое, такая же задача стоит у закупщика. У него есть ассортиментная матрица. И чтобы поставить ваш товар, ему нужно что-то из этого чемодана вытащить. И он должен понимать, а что ему вытащить. И если вы приходите и говорите, класс, у меня товар, все, бери, он говорит, ну окей, я должен что-то вытащить из этого чемодана, помоги мне. Что мне вытащить? Почему я должен убрать какой-то товар из своей ассортиментной матрицы, который у меня уже точно хорошо продается, по которому у меня уже есть аналитика, и поставить твой товар, если ты еще мне не показал вообще, что будет-то дальше. Поэтому если вы каждый раз будете приходить в сети с вот этой ассоциацией, что у вас есть, у него вернее есть чемодан, вам в этот чемодан надо как-то попасть своим товаром, вы должны ему пообещать какое место, какую долю, ну условно пообещать, конечно не 100% попадание может быть. Но у вас должен быть план, как это сделать. Собственно верхняя часть канала продаж и взаимодействия с закупщиком и условия это для вас, и все остальное, что касается плана, это уже для закупщика. Это очень-очень кратко, 4 пункта, прям самые основные, на мой взгляд, которые я выделила. И тогда ваша марка начинает жить. То есть там было рождение, теперь ваша марка начинает жить. И когда она живет, у нее существует множество этапов. Сначала она рождается, этот этап очень многие пропускают, как я сказала, производители очень многие пропускают, они просто начинают что-то производить и как-то это продавать. И потом мечтать просто попасть к федералам. Инна, можно я здесь немножко воткнусь? Вы знаете, вот этот файл, вот этот слайд, я на самом деле из-за него фактически это выступление сейчас вижу. На самом деле, вот мы сегодня во вторую часть, уже после перерыва, будем тему смелости в аэробрендинге поднимать. Но я вам могу сказать, что наша основная сложность многих производителей в том, что когда-то случайным образом у кого-то появились возможности заполучить те или иные производственные площадки, на которых что-то производилось. Ни о каком стратегии, ни о каком бренде, ни о каких задачах не стояло в тот момент речи. Задало производить. На самом деле, очень многие эту историю год назад, в феврале-марте, опять прочувствовали, что вау, сила и мощь производителей вышла на первый этап. Но это было недолго. Опять мы ушли к тому, что сейчас крайне важно все-таки, все-таки некое понимание того, как ваш бренд будет, каким образом вы с брендом будете и аудиторией работать. Это просто вот важный момент, на который я обращаю внимание. Поэтому проанализируйте, в какой стадии вы находитесь и какие вещи нужно реализовывать для того, чтобы… Знаете как, есть законы, которые мы с вами не сочиняем. И можно думать, что мы на что-то влияем, но некоторые вещи надо просто примерить к себе и помнять, в каком моменте вы находитесь. То есть вложиться в это и сделать все-таки правильное позиционирование бренда, позиционирование ваших товаров, для того, чтобы усилить в итоге ту мощь, которую вы уже имеете. Да, и вот здесь как раз есть этапы, и здесь как раз есть заключительный этап. Вот про силу бренда сегодня говорили, и он практически заключительный. То есть действительно, если вы только начинаете производить свой товар, если вы только выходите на рынок, возможно, вам не надо прям так сильно останавливаться на том, чтобы как-то очень красивенько упаковать свой бренд. Хотя, опять же, зависит от вашей стратегии, от вашего позиционирования. Но тем не менее, сила бренда на каком-то этапе вас догонит. Просто если вы не догоните ее, она вас догонит. На каждом из этих этапов есть задачи. Они бывают сложные. И это как раз таки может быть ваша карта, дорожная карта, потому как выйти на полку. То есть вы заранее продумываете, как вам выйти на полку. Вы с этой картой приходите к поставщику, ой, вы поставщик, к закупщику. И говорите, у меня есть идея, смотри, у меня есть место на полке, которое я хочу занять. Я знаю, как ее занять. И у меня есть дорожная карта, потому как я это сделаю. Как вы думаете, с какой вероятностью, насколько заинтересуется закупщик? Потому что ему тоже лень думать, он не хочет думать, он хочет просто выполнять свою работу и единственная цель у всех – продажи. Когда на этих этапах нужно действовать? Я выделила, на мой взгляд, три основные идеи, которые важно именно поставщику или производителю использовать. Потому что если вы берете на себя тоже ответственность за продажи, а не только прикладываете на сеть, то история происходит другим образом, потому что это новые идеи, это коллаборации, это совершенно новый уровень, в отличие как раньше. Типа я тебе продал, ты купил, все, мы с тобой дальше там уже как повезет. Встала и фух, я выдохнула, встала на полку и хорошо. Самые важные идеи. Первая задача производителя или поставщика – это получать отзывы. Отзывы – это триггер продаж везде, в онлайн, в оффлайн – это триггер. Мы все равно обращаем внимание, когда нам рекомендуют, особенно наши близкие, когда рекомендуют. Это вообще отдельная история, мы сразу бежим покупать. А, ну если Наталья, например, сказала, да, авторитетное мнение, этому можно доверять, правда? И управлять репутацией бренда, это тоже ваша задача. Кстати, здесь тоже один момент. Сейчас это относительно просто. Если вы выводите свой товар на маркетплейсе, на тот же Озон, начинайте сотрудничать с онлайн-площадками, вот одна из стратегий, зачем вам это надо для того, чтобы получать прямые отзывы. И очень многие недооценивают этого момента, а ведь это еще, ну мы об этом тоже будем говорить сегодня, это еще один момент, где вы можете собирать еще первичную статистику по вашему бренду. Универсальную, а не так, как вы придумали. То есть условно так, как это увидел потребитель. Вот, поэтому вот первый пункт, он очень важен, и очень многие его недооценивают. Да, недооценивают и вообще не пользуются даже этим. Второе, управлять трейдмаркетингом. Сегодня будет отдельная сессия по этому поводу, я останавливаться не буду, но основная задача производителя и поставщика тоже, это брать на себя ответственность за продажи тоже. Не просто встал на полку, а я ответственный за свои продажи, в том числе, не только тот, кто у меня его купил. То есть на этапе продал, не заканчивает соответственность за продажи. Ну и третье, это анализировать тоже. Вот как раз о чем говорили, в онлайн легко, в оффлайн пока сложно, будет отдельная сессия сегодня тоже с инструментами, с тем, как это лучше сейчас на сегодняшний день делать. Но это важно тоже для того, чтобы вы анализировали и могли влиять, и вносить свои предложения в свою карту продвижения товара, чтобы вы могли это как-то использовать. У меня все. Большое спасибо, что вы услышали. Спасибо. Спасибо. Спасибо.